Вы смотрите RTVI, с вами Мариан Минскер. Здравствуйте. Нам надо поговорить о самооценке. Пойдет речь сегодня. Со мной в студии социальный психолог, профессор Колумбийского университета Светлана Комиссарук. Светлана, здравствуйте. Всегда рада видеть вас в нашей студии. Спасибо. Самооценка. Что это такое? Давайте начнем с определений. Самооценка — это то, что мы о себе думаем, когда не говорим об этом вслух. Это такое личное дело каждого, как он себя видит, как он себя ценит, о чем он волнуется, о чем он не волнуется. Вот я к вам еду на передачу. Что я сама про себя думаю в уме? Это и есть самооценка. О чем я волнуюсь, о чем я не волнуюсь. И это, в принципе, понятие, которое формируется в детстве, конечно, под влиянием родителей и культуры. И это понятие очень долгое время в социальной психологии изучалось с точки зрения высоко-низко. И считалось, чем выше, тем здоровее, тем лучше. Чем ниже, тем больше этого человека надо спасать и повышать ему самооценку. И очень часто, если вы поставите в гугле самооценка, вы получите огромное количество запросов. Как повысить? Что делать с низкой? Вот интересно, парадоксально, что независимо от того, как разные культуры на это смотрят, всегда считалось, что нужно о себе думать хорошо. И все у тебя получится. А это разве не так? Вот представьте себе перегибы на местах. Появилось совсем немало исследований в социальной психологии, которые проведены не только в Америке или в Западной Европе, но и в нашей половине, на Востоке, которые показывают, что завышенная самооценка и даже просто высокая самооценка может вредить. И вот когда мы только начинали ознакомление с психологией, наша постсоветская культура, нам казалось, вот они молодцы, вот они в себе уверены, вот у них все получается, надо нам побольше наших детей хвалить, а мы все критикуем. И все темы первых психологических ликбезов были на тему, как повысить самооценку. Но вы знаете, что-то там у них... Что-то пошло не так. Потому что, вот вы знаете, даже на моем примере, когда я смотрю на своих студентов, люди, которые к себе критично относятся, Восточная Европа, Азиаты, добиваются большего, работают намного увереннее, стремятся дальше и получают лучшие результаты. Парадоксально. Потому что мы-то их учили. Верь в себя, ничего не бойся, иди вперед. А американцы или там другие представители западной культуры, австралийцы, британцы, наоборот, уверены в себе, и самооценка у них вроде бы нормальная по нашим старым критериям. Но вы знаете, удивительным образом они ломаются быстрее, они не выдерживают трудностей, они очень уязвимы. И вот, знаете, у меня даже есть такая личная такая тема. Слезы ноября. Когда появляются первые коллоквиумы, когда появляются первые результаты, так вот они поступили все в Колумбийский университет, ай, велик, 7% всего берут из желающих, они себя чувствуют уже, знаете, такие вот... Королевы. Мы уже на вершине, мы уже Бога за бороду держим. А потом происходит первый же коллоквиум, где они должны не просто ответить хорошо, но ответить лучше других. Мы же не можем всем 100 поставить, поэтому разного уровня задачи есть совсем трудные. И они получают 70 или 80. И если азиаты или наши русскоязычные, вот представители восточной культуры, получают 70 или 80, они страшно расстраиваются, приходят ко мне и говорят, что делать, как исправить, что мне нужно делать лучше. А американцы? А американцы и представители другой, вот культуры высокой самооценки, приходят и говорят, я не понимаю, как вы объясняете, что вы понимаете, что этот экзамен был не на уровне, на котором вы нам лекции читали, оправдываются как будто. Они видят причину не в себе. Это абсолютно не совпадает с исследованиями ранними. В 80-х, 70-х годах была очень знаменитая теория, которая называется локус of control, где ты чувствуешь заложена причина того, что с тобой происходит, внутри или извне. Был такой очень знаменитый эксперимент, когда испытуемых садили за стул в закрытой комнате, и стул, и стены начинали одновременно качаться. То есть и стул немножко наклоняется влево-вправо, и стены ходят. Так же, параллельно со стулом. Да, да, это всё вместе, это всё одна установка. И людей спрашивали, вы почувствовали, что происходит изменение баланса? Да. Из-за чего это происходило? Из-за того, что вы на столе качаетесь, или из-за того, что стены ходят? Если на столе качаешься, это от меня зависит. Локус of control внутри. Если стены качаются, это значит, я сижу, а со мной что-то происходит. И всегда первые исследования о самооценке были, что человек должен быть уверен, что от него всё зависит, что локусов control, то есть центр контроля внутри. Вот каким-то удивительным образом всё больше и больше возникает этот парадокс. Люди с высокой самооценкой обвиняют других. Люди с низкой самооценкой ищут причины в себе. И это такая красная лампочка, которая должна нам всем объяснить и указать, что захваливать детей и рассказывать, какой ты молодец и как ты справляешься, это уже не модно, неправильно и даже вредно. А как нужно? Вот. Возникает вопрос. Низкая самооценка абсолютно точно плохо. Человек, который не уверен в себе с детства, и человек, которому мама говорит, не трогай, упадёт. Или там, а ты-то чего туда полез? Конечно, тебя не возьмут. Это всё, конечно, однозначно критикуется и правильно критикуется. Но говорить, ты у меня царь и бог, и ты у меня вообще... Ты самый лучший. Ты самый гениальный. И повесить картинку, которую он там в садике нацарапал левой рукой, как новое произведение Пикассо в рамке, тоже неправильно. Хотя вот вы в одной из наших прошлых программ рассказывали, что именно так делают израильские мамы. Ровно год назад. И дети у них классные, и у них всё получается. Да, не все израильские мамы, я даже говорила марокканские мамы. Потому что марокканские мамы вот именно в восторге, особенно от своих сыновей. Это такая культурная традиция. И я помню, даже в Ютьюбе люди писали, о, значит, я марокканская мама. Так вот, оказывается, нужно искать какую-то золотую середину, потому что захваливать ребёнка, который действительно талантлив, который действительно молодец, ну раз поступил в Айвелик, поступил в Колумбийский университет, это уже, знаете, такая веха, которая у него в любом резюме всегда будет записана, что он выпускник Колумбийского университета. Это очень престижно. Но что же с ними происходит в ноябре? Вот я думала над этим долго, и сейчас очень много об этом исследований в социальной психологии. Я думаю, что самооценка в определённой области завышена, и это приводит к вот этим всем слезам, она должна быть не о гениальности и не о способностях, и не о трудолюбии. Самооценка должна быть, я могу пережить провал, я не боюсь трудностей. Я справлюсь. Я справлюсь. По крайней мере, я попробую. Я не боюсь попробовать. Да, это, кстати, важно. Ну, а чего это зависит? Как это воспитать в детях? Вот, вот подумайте ещё раз. Когда наши мамы критикуют и говорят, что не лезь, не получится, это плохо. Это низкая самооценка о том, как преодолевать трудности и как всегда должен быть или успех, или никак. Но вот эти всеазиатские мамы, которых в Калифорнии, в университете Беркли, называют тайгер-мам, то есть мамы-тигрицы, они говорят, ты должен просто больше стараться, у тебя получится, просто ещё напрягись, не бойся. Это другой подход. Это другой подход, но при этом хвалить-то нужно ребёнка, когда получилось. Вот, давайте разберёмся, как хвалить. Хвалить ребёнка нужно точка. Это совершенно точно всем нашим... Всем нашим постсоветским мамам нужно написать помадой на зеркале каждое утро. Люби своего ребёнка, хвали своего ребёнка. Это однозначно прививка на долгие годы. Да на всю жизнь, я думаю. На всю жизнь. Но вопрос, за что хвалить. Вот тут начинается разная самооценка, которая развивается от того, за что хвалят. Вот если меня хвалили, что я такая молодец, и я такая умница, и я так хорошо разбираюсь в математике, и у меня столько талантов, то я в математике, когда получаю не 100, а 90, я думаю, ну всё, я не талантливая, всё пропало. А если мне говорят, какая ты молодец, постаралась, боялась, что не получится, а у тебя получилось. Думала 60, а у тебя 80. Я думаю, о, талантливая, неталантливая, но главное, стремиться и стараться. Это совершенно разная похвала. И вот в этом большая разница. Самооценка, в которой я говорю, я сделаю максимум, и в крайнем случае у меня не получится, но я знаю точно, что я не побоялась и попробовала. Вот это самооценка, самое главное. Это как ожидание и реальность. Если мы ожидаем слишком многого и потом получаем меньше, то у нас, конечно, самооценка падает. А если мы ожидаем, ну, ничего не ожидаем, или ожидаем, что будет хуже, а в итоге получилось лучше, вот тогда самооценка растёт, так? Не думаю, что это... Нет, не думаю. Я думаю, что это про счастье. Счастье – это реальность минус ожидания. Вот про счастье – это формула. Да, про счастье – это точно. Цени то, что у тебя есть, и не ожидай больше. Вот это точно. А про самооценку я могу метить в самые высоты, но у меня есть наработана мышца, что если не получится, я не рассыплюсь. Почему? Потому что с самого детства родители подчёркивают и уважают моё стремление преодолевать трудности и не бояться провала. И не ругают за провалы. Мне кажется, это тоже очень важно. Никто не ругает за провалы никогда и никого. Уважают, как ты держишься. Жалеют, что тебе тяжело. Могут обнять, если ты расплакался, что тебя куда-то не взяли. Но не ругают. Но не говорят, вот они какие, не разобрались, там у них всё куплено, ты у меня талант, это всё происки менеджеров. И не говорят, ты дурак, потому что такое элементарное задание не сделали. Да, говорят о том, что я представляю, как тебе тяжело, я представляю, как тебе обидно, я тебя вижу. Но ты молодец, что ты попробовал. И в следующий раз, когда он идёт пробовать, слушай, ну максимум тебя не возьмут. Главное, что ты попробовал. Это совсем другой подход. Конечно. И вот этот подход, это такая мышца, которую дети накачивают, что в провале я всё равно не рассыплюсь. И вот это, я думаю, то, что отличает ноябрьские слёзы от продуктивных и непродуктивных. То продуктивные слёзы, я провалился, я не рассыплюсь. Я сейчас пойду поговорю с ней, с профессором, и она мне расскажет, что я недочитал и что я недорешал и как это можно сделать. Я провалился, потому что у нас 80, это провал, это вообще такая инфляция оценок. Но в следующий раз будет лучше. А вот это, я провалился, какой кошмар, несправедливо, меня засудили, меня не выбрали. Она не знает, что она преподает, она не умеет составлять экзамены. Вот этот человек, которого когда-то захвалили, что он талантливый и молодец, и человеку страшно отказаться от идеи, что он талантливый, и тогда локус оф контролл. Это не он качает стул, а это стены вокруг него ходят. Да, виноват кто-то другой, все кроме него. Ну, потому что это когнитивный диссонанс. Надо же себе как-то объяснить, ну, как же я талант? Я же поступил в Колумбию. У меня же все нормально, меня бы не приняли, иначе 7% берут. 7 человек из 100. Значит, я молодец, как же так? Значит, она плохой преподаватель. Понимаете? Конечно. То есть нашим мамам нужно не хвалить за талант, не хвалить за успехи, не ругать за провалы, не ругать за провалы, а прокачивать мышцу, справляться с трудностями и не бояться провала. Вот это, я думаю, формула правильной самооценки. То есть это самооценка, которая не завышенная, она не рассыпется от того, что неудачи, и не заниженная. Она такая золотая середина. У тебя не все всегда будет получаться. И это нормально. В чем-то ты силен, в чем-то ты не силен. Я тебя принимаю, какой ты есть, я тебя вообще люблю не за это. Я тебя люблю, потому что я тебя родила, я тебя люблю. Это вообще безусловно. Но меня поражает и восхищает, как ты переживаешь трудности, как ты поплакал, мне тебя жалко, я тебя вижу. И опять пробуешь. И идем дальше. Вот это молодец. Вы знаете, собрал огромное количество, миллион просмотров, ролик, где на каком-то спортивном дзюдо какой-то ребенок маленький пытается рукой разломить какую-то глыбу деревянную. И как у него не получается, и он плачет, и они его опять, и опять, и опять, и у него в конце получается. Он такой маленький, и они все вокруг него собрались, и его начинают качать. Вот мне кажется, вот это вот восхищение, что ты смог. Да, что ты боец. Восхищение не тем, да, восхищение не тем, что ты вот очень гениальный, у тебя руки сильные, как ты здорово научился, а тем, что ты не сдался. Да, это очень важно, это очень важно. Самооценка равно уверенность в себе? Это одно и то же, или это все-таки, эти понятия отличаются? Хороший вопрос. Мне кажется, уверенность в себе, это результат самооценки. Мне кажется, что вот уверенность в себе, это когда я знаю, знаю, что будет много людей, все будут на меня смотреть, и я не боюсь держать лицо при провале. Вот это уверенность в себе. Держать удар. Да, а до этого нужно же этот удар научиться держать, и вот это самооценка, знать, что у меня получится. Еще одна очень важная тема, которая тоже, вот сейчас мне пришло в голову, самооценка, мы же с ней не рождаемся, ведь мы рождаемся, табула раса, вообще полностью, чистый лист, и то, как нас вокруг оценивают, во всех культурах, очень важно. То, как нас люди видят, то, как нас люди хвалят, как они нам отражают, кто мы, это то, что формирует нас. Вот есть такой опыт. В два года ребенку рисуют красное пятно на лбу. До двух лет... В Индии? Везде. Помадой. Или маркером. До двух лет ребенок не поймет, что в зеркале это он, он будет вытирать пятно там. В два года первый раз, ну, в среднем, два, два с половиной, может, чуть раньше, разные дети по-разному, он вдруг поймет, что это у него надо вытирать. Вот этот вот переломный момент, когда он поет, я, это я. Это не все, что вокруг, не все, что отражает меня, а это я. И вот это вот я происходит не только с пятном, вот можете проверить, у любого тоддлера, у любого двухлетки, но это еще и происходит с тем, что я хороший, или я плохой, или я молодец, или я прыгнул, или я не допрыгнул. Вот это появляется, поэтому самооценка очень в начале пути жизненного, психологического, отражает то, что вокруг думают. И поэтому так важно малышей любить. В Японии до пяти лет любят независимо, разрешают все, хвалят за все, да, очень-очень-очень, потому что важно вырастить вот эту толстую кожу к неудачам, к провалам, чтобы потом, вот знаете, есть такие три психологические задачи родителей. Первое, научить регулировать эмоции. Второе, научить социальным связям, научить находить нужный стиль общения. И третье, научить себя содержать, прокормить. И вот считается, что родительская роль выполнена, когда все эти три задачи начинаются с того, что это полностью на нас, а заканчивается это полностью на них. Отпустить... Это какому возрасту должно быть? Полностью на них? Тоже этот возраст растет, отодвигается планка. Ну, ближе к 20 или к 25, к 30? Боюсь сказать... Сейчас что-то к 40. Сейчас родители будут говорить, о май гад, а мой до сих пор у меня на шее сидит. Не хочу никому это говорить, но точно говорю, что с каждым поколением вот этот вот... Все продвигается, да? Граница, когда перерезать пуповину, растет. Но это плохо же. Это объективно зависит от нашей реальности. Вы сказали, что вот моя самооценка зависит от того... Вот я, допустим, еду к вам на программу, то, что я о себе думаю, это и есть моя самооценка. Но тогда получается, что самооценка может каждый день быть разной. Сегодня, например, я хорошо выгляжу, я в себе уверена, я выспалась, я, не знаю, хорошо позавтракала, я подготовлена, и я себя чувствую превосходно. А на следующий день какие-то там факторы не сложились, и моя самооценка ниже. Это нормально? Абсолютно точно. Не только про меня, я думаю про всех, но абсолютно точно. То есть, когда я или там мои дети в очередной раз начинают тревожиться и волноваться куда-то идти, я им всегда напоминаю. Ну вот помнишь, вот тогда тревожился, и вот тогда тревожился. Помнишь, вот тогда думала, что провалила, вот тогда думала, что не возьмут. Всяли же? То есть самооценка, к сожалению, особенно у нейротиков, которыми мы все тут являемся, колеблется с ветром. Поэтому нужно себе собирать такие победы, которые тебе напоминают, вот такая притча, что на мамонтов бежали, было страшно, большой толпой с копьями нашей предки-предков, и было очень страшно. И они все кричали, чтобы слышать друг друга, и чтобы забить мамонтов. Вот первого забил, вырвал зуб и повесил себе на ниточку. Все еще разбежишь, зуб уже тарахтит. Уже когда-то получилось. И чем больше у тебя таких побед, зубьев мамонта, тем больше тебе слышно, что ничего страшного, не боги горшки обжигают. Уже получилось. То есть моменты сомнений бывают у всех и у каждого. Однозначно. И у психологов тоже. Как немного мы знаем, как правильно, мы все только люди. Но когда ты себе напоминаешь, ну вот тогда вышло, и вот тогда получилось, то есть, а самое страшное, так не получится. Но я привык. Вы знаете, какая очень хорошая система и тактика учить детей провалу и принимать провал? Настольные игры. Сейчас, по-моему, и в России это стало популярно. Все больше игр продают. Я всегда еду в Москву, везу подарки, настольные игры. Во-первых, это объединяет всю семью. В это могут играть дедушка с бабушкой, мама с папой, дети, там, начиная с пяти лет. Потому что правила обычно не очень замысловатые. Ну и, конечно, первое время малыши проигрывают. Я считаю неправильным поддаваться. Я считаю неправильным менять правила. Мой сын когда-то с няней играл, ему было, наверное, года четыре, в карте она его научила, он приходит домой и говорит, я, говорит, наверное, на Раисе женюсь. Я говорю, как? Почему? Я ее лучше в карты играю. Понимаете? Вот это вот неправильно. Не надо поддаваться. Няня не должна поддаваться, и мама не должна поддаваться. Потому что, чем больше ребенок, он, конечно, будет рыдать первое время. Конечно, его все будут жалеть и будут разбираться, а почему проиграла? Вот тут не так. И, конечно, нужно выбирать уровень игр, такой, чтобы он хотя бы иногда выигрывал. Но чем больше он проигрывает дома, когда все вокруг, чем больше он видит, что один раз выиграл, один раз проиграл, и как старшие себя ведут, когда проигрывают, чем больше он переживает вот эту нотку соревновательности, чтобы она не заходила у него вот в тупик, чтобы у него сердце не билось, и чтобы у него этот адреналин не переходил в кортизол, вот в этот стресс, тем больше у него мышца проигрывать и не рассыпаться работает все лучше и лучше. Вот я думаю, это один из способов. Да, поддаваться нельзя, но при этом нельзя и постоянно выигрывать у ребенка. Я вот сейчас не помню у кого, по-моему, у Ситникова я читала, что у него он хорошо играл в шахматы, а отец был там вообще гуру по шахматам. Он сам, ребенок, никогда не мог выиграть у своего отца. Ни разу в жизни. И только по этой причине он бросил шахматы и не стал заниматься дальше. То есть это какая-то все равно хотя бы раз нужно дать выиграть. Я воздержусь от комментариев и диагнозов, но я считаю, что детям врать нельзя и поддаваться нельзя. Нет, я согласна. Это я согласна абсолютно. Никогда, ни разу. То, что ребенок решит бросить или не бросить, это уже его личное дело. То, что ему можно создать турнир, в котором будут люди его уровня, и он выиграет, это уже задача родителей. Но поддаваться нельзя. Есть, знаете, мой папа очень хорошо играет в шахматы, он с внуками играет так. Он до какого-то момента с ними играет. Внуки явно видят, что проигрывают, когда они еще маленькие. Он так поворачивает наоборот. То есть полностью теперь моя стратегия, моя тактика, которая привела меня почти к победе, это теперь твое. Давай посмотрим. То есть учить можно, проигрывать специально, делать ошибки незаметно, начало конца. А вот то, как ребенок реагирует вот на эти проигрыши, это о чем говорит? Например, истерит, плачет, убегает, бросает все, не знаю, сметает со стола, и говорит, я больше не буду играть с вами. Да ну вас. Да, это переживает каждый ребенок. Мало того, я думаю, что это хорошо. Знаете, почему? Потому что ребенок, который боится разочаровать родителей, ребенок, который боится проявить эмоции и свою вот эту вот фрустрацию, как говорят правильно, это ребенок, который не доверяет родителям проявить эмоции. Это хуже. Ребенок, который может заплакать, хлопнуть дверью, это ребенок, который знает, что его родители не рассыпятся, не накажут его, что он может проявить свое отчаяние. Вот отчаяние. Другое дело, как родителям реагировать. То, что ребенок это делает, это нормально, у него просто еще нет сил регулировать свои эмоции настолько хорошо, знаете, держать покер-фейс, как во взрослых карточных играх. Он еще не умеет. Это нормально. И родителям обязательно нужно дать ему убежать и хлопнуть дверью. И не возвращать. Нет, дать ему остыть, дать ему успокоиться. А потом позвать и сказать, что мы продолжаем играть, и мы хотим с тобой играть. Не хочешь, не иди. Пусть он переработает эту травму. Чем чаще он будет понимать, что это не конец света, и его ждут, самое страшное, это, знаете, это свойственно поколению бабушек, прабабушек, которые говорят, ой, ты нюня, ой, ты плакс, а нашел из-за чего переживать. Вот это ужасно. Потому что это называется обесценивание эмоций. Это нельзя. Когда человеку плохо, какая разница, насколько он имеет право на эти эмоции? Какая разница, насколько важно или не важно повод, по которому он плачет? Человеку нужно дать право испытать эмоцию, любую. Да, но он должен ее сам, самостоятельно прожить? Или нужно, допустим, маме или папе прийти и поговорить с ним, и объяснить? Это каждый родитель смотрит про каждого ребенка, и в любом возрасте принимают правильные решения сами родители. И вот это одна из трех задач родителей. Постепенно называть свои эмоции своими именами и переживать. Они приходят к нам, и постепенно они должны научиться, как с этим справляться самим. Но им же надо научиться. Поэтому каждая мама и каждый папа решает по-своему. Знаете, у нас в семье были такие рыдания по поводу проигра, проигрыша. Они всегда ходили родители, иногда ходили братья, сестры, говорили, я пойду с ним поговорю. И каким-то образом возвращали. То есть в каждой семье, в каждом, в каждой компании свои правила. Но помогать человеку пережить эмоции, и дать человеку пережить эмоции, и признавать право человека на слезы из-за провала, это необходимая часть взросления. Очень важная. Слушайте, а если взрослый так вот не может сувалять своими эмоциями и злиться, когда проигрывает? Что делать в этой ситуации? Ну вот нам обе им смешно. Но мы все только люди. Я думаю, поэтому, когда мужчины играют в карты, они обязательно пьют или курят. Азарт есть азарт. И, конечно, проигрывать тяжело, всем тяжело. Но по тому, как ты себя ведешь, когда проигрываешь, окружающим очень хорошо видно, что ты себя представляешь. Проигрывать надо уметь достойно. И вот это, я думаю, корень самооценки. И вот это, то, что родители должны прокачивать в детстве. Тренер по спорту, учитель перед какими-то там концертными выступлениями, когда там не взяла высокую ноту. Да? Правило номер один всем взрослым, которые поддерживают талантливых детей, которые на соревнованиях, никогда ни в коем случае, когда человек сошел со сцены или вышел после там каких-то гимнастических тяжелых упражнений, не говорить о том, что не получилось. Никогда. Никогда. Ни в коем случае. Всегда похвалить за то, что получилось. Всегда обнять, всегда найти, потому что наверняка было много и хорошего. Провал, о котором говорят сразу после выступления, оставляет рубец на самооценке такой, что потом уже это невозможно. Человек на адреналине, человек на кортизоле, человек на вершине, на пике, он обнажен, все его нервы обнажены, вся его самооценка настолько в этот момент ранима. И если начинать с того, что ну ничего, что ля не взяла, зато ми получилось. Только про ми. Вот ми получилось, про это поговорим. А про ля на следующем уроке, или когда вы в следующий раз будете на какой-то сцене, или когда она сама скажет, ну ля же не получилось, да черт с ним, завтра поговорим. Ни в коем случае нельзя обсуждать недостатки ни тренеру, ни родителю, ни преподавателю в момент, сразу после вот этого проигрыша. Ни в коем случае. Что касается самооценки, а по каким критериям человек сам себя оценивает? То есть с кем он себя сравнивает? Да. Он же себя сравнивает явно с кем-то. Ну, золотое... А сравнение это плохо, как мы знаем. Золотое правило, о котором говорили большевики, давным-давно, психологи, это сравнивать с собой, а не сравнивать с другими. Правило гениальное. Вопрос. Как же мы можем этого добиться? Ужасно тяжело. Потому что, насколько бы мы не говорили, вот вчера не получилось, а сегодня я ого-го, и насколько бы родители не говорили, это все равно, все равно, к сожалению, малоисполнимо. То есть, если у нас получится 60% сравнивать с собой, а 40% оставить на сравнение с другими, это уже хорошо. И мало того, когда сравниваешь с другими, эта оценка более объективна. Потому что, да, я гений, и вчера я был менее гений, а сегодня я более гений. А потом вот эти слезы ноября. Надо сравнивать с другими. Но мы подбираем, с кем сравнивать. Мы можем подбирать, сравнивать с теми, кто победили в самых-самых высотах. А можем сравнивать со своим классом. А можем сравнивать с первоклассниками. Ты всегда выбираешь референс-групп. Вот когда я пишу эти рекомендации детям, которые закончили у меня, и идут учиться на вторую степень, или там на PHD, да, всегда спрашивается, анонимная такая анкета в том университете, куда они поступают. Присылают мне линк, и я должна написать, что там 50% выше, или там он лучше из 5%, или там он выше, чем 30%. И всегда в конце мне пишут. А какая референс-групп? С кем вы сравниваете? Это с 12 человеками, или со 100, или с 500, или со всеми, которых вы учили в жизни. Это очень важно. И вот эту референс-групп ты можешь контролировать, что ты выбираешь. Сравнивать с другими. Нас вырастили, и наших родителей вырастили, и наших родителей и родителей вырастили. И я очень надеюсь, что на нас это закончится, но боюсь, что нет. Поэтому нужно просто иметь мужество, ум и мудрость выбирать референс-групп, выбирать, с кем ты сравниваешь. И, конечно, лучший вариант сравнивать с собой. Лучший вариант. Но, к сожалению, не всегда получается. Хорошо, а сравнивать-то по каким критериям? Допустим, по внешнему каким-то качествам, внешнему виду, да? Я-то красивее, чем она. Или, например, по уму, или по профессиональным качествам. По каким? Какой-то ребенок, не помню, кто-то мне рассказал недавно, зашел в ресторан, посмотрел по сторонам, говорит, ну, пока я тут самый красивый. Вот это здоровая самооценка. Сравнивать по тем качествам, которые тебе в данный момент важны. Если ты идешь на конкурс красоты, конечно, ты смотришь на себя в зеркало и надеешься быть самой красивой. Если ты идешь сдавать экзамен по вокалу, надеешься, что испоешь лучше всех. То есть важно понимать, что choose your battle. Выбирай свои битвы. Выбирай, по каким критериям тебе сейчас важно знать, на каком уровне ты по сравнению с остальными. И понимай, с детского возраста, задача родителей, что ты не можешь по всем параметрам быть лучше всех. Выбирай, что тебе важно. Ну, хорошо. Если, допустим, по интеллекту этот человек понимает, что он выше среднего, а, допустим, по внешнему виду он так, ну, на троечку, он так себя оценивает, то это что? Какая это самооценка? Если он идет участвовать в шахматном конкурсе, то это все в порядке. А если он идет претендовать на мисс Америки, то, наверное, ему все-таки надо быть поскромнее. А самое главное, вы знаете, это тоже наш бич, но это бич такой популярный, и настолько мы все этому подвержены, что мы все делаем эту ошибку, но это бич. Нельзя сравнивать детей в одной семье. Ой, это ужасно. Братья и сестры, да? Это ужасно. Вот это нужно себе просто зашить рот и ни в коем случае не говорить. Вот Ванечка спал хорошо, а Танечка просыпается всю ночь. Или там, вот у Ванечки никогда не было проблем с рисованием, а Танечка ни в коем случае. Конечно, они же разные. Так это вообще, мне кажется, детей с другими детьми нельзя сравнивать. Вот видите, как мы хорошо это понимаем на берегу, когда мы об этом говорим в студии. Но вы знаете, насколько, если мы за собой понаблюдаем, мы без конца наступаем на эти грабли? По теории Адлера был такой знаменитейший, великолепный психолог, у которого была теория о том, какую роль в жизни играет порядок, в котором ты родился. И он доказал, что старшие дети во всех семьях отличаются от средних детей и отличаются от младших детей. И он объяснил это тем, что первый ребенок приходит в этот свет, и он может выбирать, кем ему быть любым. А второй ребенок, для того, чтобы понять, кто он, и вытирать на себе вот это пятно, которое в зеркало два года, и выбирать, что ему нравится, что ему не нравится, ему нужно быть не таким, как первый. Это самое главное, чтобы понять, что он отдельный человек. Он более конкурентоспособен наверняка. По-разному. Есть плюс, есть минус. Рождается третий ребенок, и тому, кто был раньше младшим, теперь нужно опять какое-то место в жизни занимать. Поэтому средние дети, если их трое, как правило, дипломаты, психологи, умеют ладить со всеми, умеют решать конфликты. Старшие дети, как правило, самые такие коронуносящие, самые такие, вот если проверить, сколько у американских президентов среди них первых детей, почти все. Младшие дети, это дети, которые вот как Ленин, мы пойдем своим путем. Это дети, которые говорят, я не буду такой, как старший, я не буду такой, как средний, а так как очень много мест уже занято, они революционеры, они креативные, они смеют, они не боятся, они другие. Интересно, я старший ребенок в семье, вот это пока все сходится. А если один ребенок в семье, один? Если один ребенок, то родителям нужно стараться ему не только самооценку сделать адекватную, но и прокачать мышцу общения, мышцу, которая там, где больше одного ребенка, абсолютно спокойно и так прокачена. Делиться, уступать, принимать, что не всегда твои правила в игре, и не всегда играют в ту игру, в которую ты хочешь играть. Обычно, если ребенок один в семье и родители этим не занимаются, то вот пришли к нему гости, пригласили кого-то в школьном возрасте, и он садится в компьютер и показывает игру, которая у него в компьютере есть, гостю, и даже не дает ему поиграть, потому что ему очевидно, что вот смотри, как здорово, у меня есть хорошая игра, посмотри, как мне здорово. Вот эту мышцу надо прокачивать. Самая главная проблема у детей, которые одни в семье, дальше во взрослом возрасте, если родители этого не делали, это умение наладить контакт и социальное общение. То, что у всех остальных автоматически с самого детства они дерутся, они уступают, они мирятся, они ревнуют, они опять ссорятся, но они учатся общению социальному естественным образом. Хотя бы для этого нужно второго ребенка рожать. Смотрите, люди с заниженной самооценкой, почему это плохо и в чем это выражается для них? Потому что понятно, что ее нужно как-то повышать до хотя бы адекватного уровня. Вот именно, до адекватного уровня. Это главный вывод. Люди, у которых занижена самооценка, это люди, которые в принципе не смеют. Это люди, которые живут жизнь параллельно с той, которая могла бы быть, если бы они смели, Это, которым в детстве говорили, не трогай, отойди, руками не трогай. Знаете почему? Потому что мы, в принципе, психологически не очень-то мудрые и умные. У нас это очень... Долго мы не знали об этом и не изучали каких-то азов. И мы привыкли ассоциировать своих детей с собой абсолютно. То есть мы стесняемся, когда он что-то не так сказал. Мы гордимся. Знаете, вот эти вот мамашкины форумы, где пишут, мы покакали, мы не любим кашку. Вот это мы неправильно. Это ужасно. Это может раздражать, потому что это очень так кич, а может раздражать правильно, потому что это не то отношение к ребенку, которое мы должны с детства растить. Он отдельно стоящий человек. Он не продолжение, не моя гордость и не мой позор. И вот когда мы это четко понимаем, тогда, если он уронит или у него не получится, это не так болезненно, и тогда мы не останавливаем его. Вот это вот, я не знаю, насколько я объяснила, понятно, но вот это самое главное. У него отдельная жизнь, у него отдельные ошибки и отдельные победы. Конечно, мне это важно. Он для меня самое главное. Но я не буду его останавливать, а если я останавливаю, то я должна остановиться и подумать про себя. Я почему останавливаю? Потому что мне будет стыдно, что он уронил? Или потому что ему это важно? Может быть, ему важно пять раз уронить, чтобы на шестой раз он больше аккуратности проявил и больше осторожности. А если я его заранее останавливаю, так может, это моя проблема, что я не хочу, чтобы он у меня выглядел таким неуклюжим. Перерезать, что там, какой там стыд за себя, за него, это не мое продолжение, это не моя рука, это отдельно стоящий человек. Да, то есть люди с низкой самооценкой как бы не проживают свою собственную жизнь. Они как будто бы тень какую-то, да, живут. Знаете, есть такая довольно известная и довольно затасканная фраза о том, что жизнь как зебра. Белая-черная, белая-черная. Вот если у тебя сейчас черная полоса, потерпи, скоро начнется белая, да? А на самом деле жизнь-то как зебра. Но если ты идешь по черной полосе, белая может быть рядом, слева или справа. И ты можешь всю жизнь идти по черной полосе, потому что у тебя низкая самооценка. А если бы ты хоть немножко посмел и дал себе право на провал, но попробовал, только шаг в сторону, и вот она, белая полоса, всю жизнь с тобой рядом идет. Как этим людям научиться повысить свою самооценку, научиться этой смелости, дать себе разрешение сделать что-то? Самое главное, людям с низкой самооценкой нужно поставить точку и перестать объяснять, что меня мама в детстве гнобила. Или гнобила. Почему это важно? Потому что вот мы делали передачу про родителей, и огромное количество людей пишут, вот они такие токсичные были, а им что, теперь уважение давать? Нет уж. Пусть теперь, понятно, что какой-то определенный процент родителей токсичные настолько, что нужно прервать отношения. Все остальные родители просто нормальные люди со своими провалами, со своими тараканами. Которые не знали как по-другому. Дай бог, чтобы мы были лучше своим детям. Я подозреваю, что наши родители про нас тоже самое думают. Дети. Что важно сказать? Да. Меня критиковали. Да. Мне не давали поддержки, когда я провалился. Да. Меня сравнивали с соседкой, у которой всегда пятерка, а у меня четыре с плюсом. Это было. Все. Точка. Как могли, вырастили. Мне уже. 40, 50, 35. Мне уже не 18 и не 13. С этого момента со своей низкой самооценкой я должен справляться, не объясняя, что это стены ходят. Окей, когда-то родители что-то там тебе наделали. Локус оф контрол. Когда-то был внешний. Окей, ты жертва. Не надо с этой жертвенностью продолжать жить всю жизнь. Это тебе невыгодно. Поэтому уже остановись и решай теперь, как я лично могу поднять себе самооценку. Вот от этого надо отталкиваться. Какие варианты? Как? Самое главное собирать победы. Сметь. Собирать вот эти зубья мамонта. Ну то есть можно самому поднять себе оценку? Или нужно обязательно идти к психологу, к специалисту? Лучше идти к психологу, но совсем не обязательно. Потому что психолог к психологу рознь и непонятно, что там он тебе объяснит. Все психологи, которые хотят, чтобы ты к ним ходил 5 лет, начинают с полного детального разбора, сколько родители сделали не так. Еще им за это деньги платить. Мы сами знаем. У нас длинный список, насколько все это было токсично. Окей, было. Живем дальше. Живем теперь во взрослом состоянии. Сначала. И найти ту сферу, ту область, где я молодец. Которой ты хотя бы немножко рискуешь и можешь попробовать выше. И заранее себя подготовить к путь к отступлению. Ну так не получится. Вот заранее. Играть в себе роль хорошего, любящего родителя внутри. Смотрите, а вот люди, которые, вот дети, допустим, которые говорят, ну зачем я туда пойду, все равно не получится. Или зачем я буду, ну не знаю, что-нибудь такое. Все равно не получится. И не идут, и не делают это. Это низкая самооценка? Да. Однозначно. Это прогнозирование неудачи, которое имеет какие-то корни. Если речь идет о детях, то тут родителям нужно что-то такое думать, делать. А если о взрослых? Если о взрослых, то этим взрослым нужно разбираться в себе самим. Этим взрослым нужно найти в себе еще какого-то более взрослого, который будет поддерживать изнутри. Поверить в себя, насколько это не банально, насколько это слоганы во всех песнях, это самый главный способ поднять самооценку. Просто как это сделать? Вот как практически, кроме того, что собирать эти победы, вешать себе на грудь? Собирать победы самое главное. Определить реально, спокойно свою референс-группу, с кем ты себя сравниваешь, поставить себе цель, которая достижима, и потихоньку сам с собой ее достигать. Наша самооценка зависит от наших личных достижений и от того, что мы их видим. Очень часто люди, которым извне приносятся, да что ты отлично выглядишь, или да отлично ты сказала, или там да шикарная статья, и так далее. Если человек внутри этого не чувствует, его все эти внешние подачи только раздражают. Сколько бы тебя не хвалили, сколько бы ты не зависел от похвалы, которая внешняя, самое главное, что ты о себе думаешь под одеялом перед сном. или первое, что ты думаешь утром. И вот это реально зависит от тебя. Это реально прокачивается, как мышца, накачивается. Это реально можно исправить. Для этого тебе не нужны никакие внешние похвалы. Для тебя тебе не нужно совершенно родители, которые как умели, так хвалили. Тебе не нужен зачастую психолог. Тебе нужны правильно поставленные задачи, которые только ты сам себе ставишь. И победы, которые только ты лично видишь. Не обязательно, чтобы это вокруг видели. Вот так прокачивают самооценку. Ну вот давайте пример возьмем. Вот что я думаю о себе перед сном. Например, сегодня у меня день прошел классно, и я молодец, но что не расслабляемся, завтра будет там сложный день. И наоборот, когда день прошел не очень, ну да, сегодня не удалось, но ничего, завтра получится, будет новый день, будет лучше. Я сделала выводы, иду дальше. Во-первых, очень хорошо, что вы говорите завтра новый день, потому что очень неправильно говорить «я неудачник». Нужно говорить «у меня сегодня не получилось». То есть чем более точечно, чем более отрезками ты оцениваешь свою роль в чем-то, свои победы, свои провалы, чем более ты правильно понимаешь, что это только часть, только маленький фрагмент того, из каких ты состоишь победы, провалов, тем легче это оценить завтра. Скарлетт Охара говорила, да, я подумаю об этом завтра. Конечно, нужно дать себе разочароваться, конечно, нужно дать себе погоревать, порыдать, покидать чем-нибудь тяжелым в стену. Конечно, нельзя подавлять в себе это. Но очень важно дать себе пострадать и понять, что это не конец света. Вот помните эта фраза, что в 20 лет я переживаю, что обо мне подумают, в 40 лет мне плевать, что обо мне подумают, а в 60 я понимаю, что про меня никто никогда и не думал. Спот-лайт-лайт-эффект называется. Человека одевали в какую-нибудь футболку, на которой написано дурацкое совершенно что-то, заводили в комнату и спрашивали его, как вы думаете, сколько человек заметили на вас футболку? Разница была 50%. Люди, которые там сидели, их спрашивали, вы заметили футболку? Они отвечали, нет. А люди, которые... Ну, это если не знакомые люди, а если в коллектив пришел, в свой родной... Делали и так, и так, и так, и так. И там его закролят. Нет. Человеку кажется, что на него обращают внимание намного больше, чем это на самом деле происходит. Обратите внимание, вот, например, я всегда удивляюсь, в каком-нибудь спа женском все ходят голые, да? Там какой-нибудь, я не знаю, корейская спа у нас очень популярна. Девочки молоденькие, хорошенькие, фигуристые, страшно стесняются, бегают в полотенцах. Тетки, которые там уже пятерых родили, и у них уже совершенно... Ходят в открытую. Я каждый раз удивляюсь. Думаю, господи, это есть что скрывать. Она совершенно ничего не комплексует, ходит, получает удовольствие. Это такая красотка. Самое время показывать. Она в полотенце. Почему? Стесняются. Почему стесняются? Думают, что смотрят. Думают, что смотрят. Думают, что что-то не то. Вот в чем разница? Что мы, когда молодые, мы уверены, что на нас все смотрят и судят, и сравнивают. А чем старше мы становимся, тем больше мы понимаем, никому мы не нужны. Но вы же смотрите и оцениваете. Я социальный психолог, мне можно... Я всегда везде смотрю и анализирую. Это у меня уже жучок такой сидит. Хорошо. А людям с завышенной оценкой. Почему им сложно жить и в чем минусы завышенной самооценки? Потому что когда ты высоко, падать всегда больно. Потому что вот эти вот слезы на обря. Потому что завышенная самооценка. Вы знаете, есть очень много исследований, которые говорят, что у них все хорошо. Например, мы проводили такой эксперимент. Мы дали всем нашим респондентам, всем нашим участникам эксперимента одну и ту же шкалу, в которой все было чуть-чуть выше середины. Там, например, чувство юмора, уверенность в себе, умение красиво писать, умение правильно сложить там что-нибудь, пазл какой-то. Все было чуть-чуть выше среднего. И мы им сказали, мы провели компьютерную обработку того, как вы отвечали раньше на вопросы. И вот это ваша картина, вот это ваш персональный график, вот это ваша таблица, ваш диагноз. Помогите нам понять, насколько эта компьютерная программа, которую мы написали, точно описывает, кто вы на самом деле. Подвиньте в нужную сторону. И вот некоторые двигали все выше. То есть ваша компьютерная программа не работает. На самом деле я и это лучше, и это лучше, и это лучше. А некоторые двигали все ниже. И что оказалось? В соответствии с тем, что мы и предсказывали. Люди, которые двигают все выше, которые думают о себе выше среднего и выше, чем им компьютерная программа вынесла диагноз, это оптимисты, это люди, которые легкие на подъем, которые любят нестись вперед и делать кучу дел. Ну так это же прекрасно. Вот. А люди, которые видят все точно или даже занижают, это аналитики, это люди, которые очень долго принимают решения, которые ставят все точки над «и». Эти люди тоже нужны. Но они пессимисты. Они более депрессивные. Они более тревожные. Но когда вы берете кого-то на работу, обрабатывать информацию перед тем, как вы новости говорите, за неделю итоги подводите, вам кто больше подходит? Вот этот оптимист, который по верхам попрыгал и побежал, и думает о себе хорошо? Или пессимист, который аналитик, и который сидит и все проверяет? Но это профессиональные качества, это другая история. А? В профессионалы для большой обработки информации мы возьмем человека, который может быть менее уверен в себе, но который точнее все видит. Вы знаете, даже существует такая теория, которая подтверждена много раз в клинической психологии. Депрессивные люди видят мир намного точнее, чем все остальные. Это не очень-то хорошо для клинического и психического здоровья, но, к сожалению, этот мир не такой розовый, как думают вот эти все оптимисты. К сожалению. Да, они, может, не думают, что он розовый, просто им так легче по жизни, и так веселее. Люди, которые верят в себя, люди, которые оптимисты, ошибаются не меньше пессимистов, они об этом быстрее забывают. Вот, что тоже неплохо. Совсем неплохо, совсем неплохо. Нет черного и белого. Нет, вот однозначно, вот так делай, будет тебе хорошо. Психология не об этом. Так нужно им как-то немножко снижать завышенную самооценку до адекватного уровня? Или и так нормально? Пусть выбирают. Пусть выбирают. Вот как этот мальчик. Ну, пока я здесь самый красивый. Ну, это же великолепное состояние души. Абсолютно. Зачем это ему исправлять? Смотрите, часто люди не понимают про себя, что у них заниженная самооценка или завышенная. Им-то кажется, что все классно, все нормально. Как им понять, какая у них самооценка, и привести ее в соответствие? Знаете, есть такая израильская поговорка. Будут бить, будем плакать. Вот пока они не понимают, все у них хорошо. Пусть живут. Не наша эта задача внести им ясность, что у тебя слишком заниженно, слишком высоко. Ну, подождите, вот человек идет по черной полосе, у него заниженная самооценка. Ему же все-таки некомфортно, но он не понимает, что она у него заниженная. А ему нужно сделать шаг и перейти на белую. Кто мы такие объяснить ему, что надо сделать шаг? Как он сам должен это понять? Вот ему надо будет, он поймет. Я считаю, что вот эта вот идея, 10 признаков, по которым тебе надо повысить самооценку... Это ерунда. Это ерунда полная, хотя это очень популярно, и всем людям гораздо проще прочитать об этом в интернете и сказать, о, я еще ого-го, у меня только 4, да? Но я думаю, что каждый человек про себя знает, повышена у него самооценка или понижена, и что ему с ней делать. И в разные моменты жизни это будут совершенно разные выводы. И это хорошо, мы все очень динамичны, мы все меняемся. Иногда я все больше уверена, иногда меньше. А с возрастом меняется самооценка? Да. С возрастом меняется самооценка, и с возрастом меняется ощущение счастья. Помните, нам говорили, молодость — это самое счастливое время. Молодость — это самое ужасное время. Потому что в молодости тебя так трясет, ты настолько не уверен, ты настолько не знаешь, кто ты и что ты, и у тебя такие планы, и ты не знаешь, чему соответствовать, и не знаешь, с кем сравнивать. И это время, когда ниже всего порог счастья и ниже всего самооценка. В среднем по больнице, конечно, бывают разные люди. Человеку, который уже вырастил детей, и который уже состоялся в карьере худо-бедно, это где-то 50, 55, 60, у него выше порог счастья и выше самооценка. В среднем по больнице. Окей. В среднем. Люди, у которых такой всплеск счастья происходит, когда они поженились, у них с появлением детей это все так вниз, потому что слишком много проблем, слишком много недосыпания. С самооценкой не знаю исследований, но по поводу счастья, чем больше ты приближаешься к подростковому возрасту своих детей, тем больше ты думаешь, мама дорогая, зачем это все было? Но потом они вырастают, дай бог, все хорошо, и начинается вторая волна молодости. Да, она просто еще накладывается на экзистенциальный кризис, скорее всего. Который тоже отодвигается. Да, который тоже отодвигается. И в заключении, ваши выводы, как привести самооценку к адекватному уровню? Первое, это все очень персонально. Если вас устраивает, не надо никого никуда приводить. Никто вам не может сказать, что хорошо, что плохо. Это внутреннее ощущение. Это самооценка. Поэтому все оценки вокруг о вашей самооценке нереально принимать во внимание. Они всегда разные. Если уже вы решили действительно, что надо с собой что-то делать, и даже если вы знаете, что родители виноваты, перестаньте обзывать их токсичными и обвинять. Возьмите на себя роль родителя и начинайте сам или с помощью психолога поправлять то, что по-вашему было испорчено. Поправлять, прежде всего, выбирая свою битву. Чузью батл. Не надо быть везде с потрясающей самооценкой. Есть какие-то области, в которых это важно и нужно. Вот там вот себе ее и повышайте. Учитесь не бояться провала, учитесь своих детей не бояться провала. Учитесь сметь, потому что вот эта белая дорожка, она слева или справа, нужен только шаг сделать. Спасибо вам большое, Светлана. Было очень интересно. Это была Светлана Комиссарук. Всем любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин